Здравствуйте! Приветствую себя на канале. И сегодня мы будем создавать модель циклоидального редуктора на базе шагового двигателя NEMA-17. Данную картинку, принципиальный чертеж я взял с канала Сергея Дороша. Я немножечко модифицирую его способ, сделаю его чуть-чуть более эффективным, на мой взгляд, более правильным. Я нашел некоторые средства автоматизации, программку, которая считает профиль нашего сателлита. Итак, посмотрим составные части. Здесь, собственно, корпус будет с цевками, внешняя крышка, корпус, в которой будет крепиться муфта на вот таком подшипнике. У нас два таких подшипника. И 3, 8 на 14, это будет группа из подшипников, 5 или 6, на выбор. Синим же здесь изображены такие стандартные ролики или штифты. Их диаметр 1,6 мм. Итак, основной, самый важный момент данного редуктора, это нужно определить потребный эксцентриситет, который нужен нам. Итак, здесь у нас получается диаметр 1,6 мм вот этого ролика. А внутренний диаметр этого подшипника получается 3 мм. Соответственно, вот здесь вот свободный ход получается 1,4 мм. То есть, если этот штифт будет стоять по центру, у него есть ход 0,7 мм сюда и 0,7 мм сюда. Значит, потребный эксцентриситет для нашего оранжевого эксцентрика здесь должен быть 0,7 мм. Очень важными показателями, скажем так, КПД для данного редуктора является эксцентриситет. Чем он меньше, тем эффективнее работает редуктор. А также диаметр церкви вот на этом корпусе желтом. Соответственно, чем он больше, тем эффективнее работает данный редуктор. Также очень важно на КПД влиять здесь качество изготовления деталей. Конечно, это все будет распечатываться на 3D принтере. Эффективность будет чуть ниже, но достаточно высокая точность будет обеспечена. Данные подшипники будут обеспечивать некоторые безлюфтовые соединения. Можно посмотреть, я под видео оставлю ссылку на канал Сергея Дороша. Он уже распечатал по своей методике, скажем так. Он считал по вот этим формулам передачные отношения, диаметр, эксцентриситет. Я на этом останавливаться не буду, я оставлю ссылку под видео, можете посмотреть. Он, исходя из этих формул, предлагает графический способ построения профиля внешнего корпуса и глиса сателлита. Там есть некоторые упрощения, которые будут приводить к падению КПД и повышенному трению. Я нашел вот такую вот программку, я оставлю тоже на нее ссылку. Обязательно переходите на канал Сергея Дороша, смотрите в работе, как работает редуктор, построенный по данной схеме. Еще Сергей обещал построить, напечатать по новой, скажем, используя данную программу редуктор и посмотреть, как он будет работать. Так что в дальнейшем потом под видео выложу эту ссылочку и можно будет посмотреть, оценить, прокомментировать, дополнить, возможно взять чертеж. Я тоже дам ссылку на его скачивание под видео и все это тоже протестировать в действии. Итак, приступим. Вот я уже создавал такую модельку для себя. Мы будем повторять ее сегодня делать. Это все в разрезе. Есть вот такой вот шаговый двигатель NEMA 17. Давайте перейдем для начала, давайте покажу, вот здесь размеры, отсюда до сюда где-то 53 мм. То есть диаметр вот этого колеса у нас 32 мм. Итак, перейдем в программку для расчета. Давайте посмотрим, что здесь. Выберем здесь циклоидальный редуктор. Так, вот эти значения нас не интересуют, нам интересно вот это значение. Давайте строить количество зубьев по этому ползунку. Оно, собственно, отвечает за передаточное отношение. То есть это будет количество зубьев на сателлите, то есть на колесе. Целок будет на 1 больше и, собственно, передаточное отношение в данном случае будет. Ну, давайте сделаем 14. Нажму Enter. Так, что нам нужно еще здесь поменять? Roller Distance и Cam Accentricity. То есть здесь у нас должно быть 0,7 мм. Enter. Так, теперь нам необходимо поменять диаметр здесь. А, здесь 0,2 так и осталось почему-то. Так, 0,7. Enter. Хорошо. Здесь роллер диаметра. Это будут наши ролики, либо отсевки. Здесь мы будем указывать, значит, дистанцию от центра. Значит, пусть будет порядка 16 мм. И здесь давайте уменьшим все это, ну, до 5 мм, например. В принципе, вот эти вот размеры нас не очень интересуют. Так, хорошо. Подобрали параметры, теперь просто нажимаем Export DXF. Я перезапишу данный файл здесь у себя. Сохранить. Да, заменить. Далее перехожу уже обратно в модельку, где у меня уже создана моделька шага двигателя. Так, сориентирую вид сверху. Insert. Insert DXF. Итак, выберу вот эту поверхность. Выберу файл. Выберу профиль нашего. Выберу наш эскиз, который мы выгрузили в формате DXF. Итак, посмотрим. Так, это нам нужно оставить. Вот это можно убрать. Эти линии нам не нужны. Нажиму ОК. Отключу. Так, не получится отключить. Все вместе. Итак, давайте выполним некоторое сейчас редактирование. Вот есть данный эскиз у меня. Правой клавишей. Edit Sketch. Вот так вот. Так, слайд что не даст. Не сильно. Так, нам давайте с помощью инструмента Fix я зафиксирую вот эти две окружности. Выберу еще одну окружность. Ну, как-то вот так вот и нарисую здесь. И с помощью сделаю вот эти две окружности, чтобы они были касательными. И вот эти. Далее. Перейду в английскую раскладку. Нажму клавишу D. Обязательно. Нанесу размер. Пусть будет 3 миллиметра. 3, наверное, не очень. Но пусть будет 2. 2 миллиметра. Хорошо. С помощью инструмента. Хотя, наверное, мне это здесь не очень пригодится. Использую, значит, круговой массив. Вокруг. Так. Тут очень важно. Здесь. Вокруг центральной точки. Но, в принципе, мы видим, что у нас наш эксцентрик смещен влево на 0.7. То есть, вот, в данном случае надо запомнить это. Так. У нас, по-моему, здесь 15 должно быть. Да. Окей. Хорошо. Теперь перейду в Solid. Extrude. И. Так. Угу. Нужно немножко еще подредактировать эскиз. У нас инструмент проекция. Так. Включим вот это сюда. Эту поверхность. Вот эти. Так. Надо брать вот это. И вот эту поверхность коническую. Окей. Так. Финиш скетч. И посмотрим, что у нас здесь получится проэкструдировать. В принципе, нам вот так вот все это нужно будет прокликивать сейчас. Ну, на видео я это все ускорю. Итак. Я вот так выделил контура. Вот так посмотрим. А вот теперь, в принципе, выделил все, что я, наверное, хотел. Экструд на 15 миллиметров. New body. Угу. Сейчас погрузится. И нажму окей. Так. Верну видимость нашего эскиза. Вот такой вот модельку мы получили, в принципе. Давайте посмотрим, что вы в телах. Так, теперь нам необходимо сделать экструд для нашего колеса. Для сателлита. Так. Надо было немножко все это, конечно, подрезать. Так, вроде все получилось. Ну, давайте экструд, например, на 10 миллиметров. New body. Так, вроде все ровненько. Нажму окей. Верну видимость корпуса. Так, эскизи отключу. Ну, да, все. Вот здесь аккуратно находится. Наверное, нам потом, если все-таки будем печатать на принтере, придется уменьшать, конечно, все это, наш сателлит, где-то на хотя бы на 1%. Может быть на 0,5%. Чтобы это все могло распечататься и здесь вот свободно потом вращаться. Ну, либо у кого-то есть более точное производство. Так, отключу я сейчас видимость вот этих элементов. Итак, вот на этой площадке я сейчас создам эскиз. Create Sketch. Нажму C. И с привязкой к началу нашему координату. Так, отключу все-таки наш эскиз, чтобы не мешал. Так, и задам здесь размер 14 мм. И вот этот вот эскиз через control. Solid Extrude на... Ну, вот хотя бы до сюда. Только, чтобы это было новое тело. О'кей. Вот так вот я где-то свет экструдировал. Ну, наверное, нужно будет добавить еще миллиметров 5. Нет, наверное, 5 много. 3. New Body. Обязательно New Body, иначе свет у меня объединится вместе с ротором моим. Через комбайн я объединю два вот этих вот элемента. О'кей. Теперь мне необходимо... Вернусь сейчас к чертежу нашему. Вот наш эксцентрик, и на нее будем массаживать подшипник. Вот с такими размерами. 12 внутренний диаметр и 21 внешний. Так, перейду по этому сюда, и здесь создам Create Sketch. И, так, задам здесь окружность. Даю, получается, 12 миллиметров. Вот так вот, 12 миллиметров. Solid Extrude. Так. И мне нужно выдавить все это на 5 миллиметров. Операция New Body. Окей. Вот так вот. Хорошо. И здесь же... Так, я опять вернусь к редактированию твои ски. Зайдет Sketch. C, то есть на клавиатуре Cycle. Окружность, ходки. И с помощью клавиши D. А здесь внешний размер, у меня внешний диаметр 21 миллиметр, поэтому... Так, посмотрим. Мне придется вот эти вот... Так, мешают здесь элементы. Вот так вот поверну все это через Control. Extrude на 5 миллиметров. Операция New Body обязательно. Вот такой подшипничек у меня получился здесь импровизированным. Но пока что для системы мне этого хватит. Для примера, то есть... Итак, смысл какой? Нам теперь нужно закрепить данный подшипник вот здесь вот строго по центру. Мы видим, что наш сателий смещен на 0,7 миллиметра влево, поэтому... Мы выберем сейчас наш эксцентрик и подшипник. Правый... Так, активирую их видимость. Правой клавишей мыши и перемещу их вот на это значение. Сюда влево на минус 0,7. Вот так. И нажиму ОК. Верну видимость сателлита. Видим, что теперь он здесь аккуратно все по центру находится. Далее... Перемещу этот сателлит. Где-то вот сюда вот. Так, сверимся с нашим... Ну, чтобы был вровень. Вот так перемещу и нажму ОК. Теперь же нам что нужно сделать? Сделаю комбайн. Выберу расстелло. Выберу подшипник. Операция КАТ. И обязательно поставлю Кип Тул. И нажму ОК. Теперь верну наш... Так, посмотрим на сателлит. Я его изолирую. Посмотрим. А вот сюда вот будет у нас помещен наш подшипник. Итак, Unisolate. Хорошо. Теперь нам необходимо... Так, объединить вот эти элементы с нашим ротором. Поэтому я раз тело, два тела. Нет, нам нужно только одно. Значит, комбайн. Эксцентрик. Я объединяю с нашим шафтом. Кат. Обязательно галочку Кип Тул. ОК. Так, выберу наш эксцентрик. И нажму ОК. И видим, что... Да, вот здесь вот все это у нас немножечко смещено получается. Так, Unisolate. Вот все смещено в эту сторону получается. В инспекте я посмотрю, давивающую интерференцию между вот этими четырьмя телами. Компьютер, пересечений взаимных нет. То, что, в принципе, нам и нужно. Теперь, скорее всего... Нам нужно будет вот здесь создать еще один эскиз. Create Sketch. Инструмент проекция. Спроекцирую вот эту плоскость. Вот эту. ОК. И получу вот такой замкнутый контур. Solid. Extrude. И проэкструдирую его вот. Так, получается или нет. Эскиз. Extrude. Да, наверное, вот здесь сюда. Выберу New Body. Обязательно. ОК. Ну и теперь объединю вот эти вот два тела. Только здесь Join. Join. Keep Tool. Галку снимаем, иначе у нас появится лишнее тело в браузере. ОК. Так, у нас она стала последняя в нашем браузере. Isolate. Ну вот, да, вот так вот теперь все это выглядит. Так, здесь у нас есть небольшой перепад, но это легко исправить. Так, сейчас я, ну, точно верну наш консоль. Isolate и отключу видимость. Так. Да, вот это получается глубже, поэтому, в принципе, можно ставить, но лучше обрезать вот до этой части. Поэтому, опять изолирую все это. И вот это я вырежу, но вот до сюда. ОК. Хорошо. Она залейт. Вернули все. А, и так, у нас есть, получается, эксцентрик. Так, это у нас 12, 21, 5. Подшипник наш. Корпус. А это наш сателлит. Хорошо. Теперь же нам что необходимо сделать. Давайте вернемся к нашему чертежу. Мы немножко изменим, получается, либо толщину нашего сателлита. Ну, посмотрим, куда мы можем поместить вот эти вот штифты. Итак, эксцентрик я вас сейчас изолирую. Нет, не эксцентрик. А сателлит. Итак, создам здесь эскиз. И спроецирую на него вот эту поверхность. ОК. Хорошо. Посмотрим, какое у нас здесь расстояние получается. 5 мм. В принципе, на 4 мм. Где-то вот здесь вот на границе. Я думаю, мы можем все это поместить. Так, размеры close. Наверное, прямо вот по этой самой окружности я и сделаю. Ну, либо вот по границе здесь. Наверное, так и сделаем. Так, клавиша D, размер. И здесь у нас получается 1.6 мм. Делаю сейчас круговой массив. Выбираю. Выбираю вот эту окружность, либо точку уже. И давайте сделаем их так. Ну, пусть будет, давайте, 5. 5 таких вот окружностей. И с помощью... Так, давайте все-таки немножко откачусь и сделаем... С небольшим смещением, хотя бы, чтобы было 24. Нет, много. 22. Так, 23. 23. Ну, хорошо, пусть будет 23. Здесь мы создадим... Ага. Вот так, здесь в этой точке окружность D 1.6 мм. Ну, хорошо. Точно так же круговой массив. 5 точек. Смотрим. В принципе, здесь все нормально, но... Конечно, можно увеличить толщину этого колеса. И аккуратно, скажем так, с большим-большим углублением поместить наши штифты. Так, верну видимость. И так, минус 5 мм. И аккуратно. Окей, хорошо. Так, верну обратно наш эскиз. И... Точно так же все это... Прокликаем. Так, кликайся. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, вот так вот. И две стороны, two sides. Здесь... Посмотрим, какая сторона. Так, здесь получается минус 5 сделаем. Ну, и здесь 5 тогда миллиметров сделаем. Так, почему ты не хочешь? А потому что здесь минус 5, скорее всего. Ну, да. А здесь просто 5. Ну-ка. Я опять все поломал. Так, 0. И посмотрим. Так, вот здесь тогда сделаем 5. А вот здесь сделаем минус 5. Two body collision field. Почему? Ну и ладно. Окей. Так, отключу наш эскиз. Ну и, в принципе, вот этот это все. Экструдирую на 5 миллиметров. Вот так, через join. Хорошо. Так, верну. Ну, видимо, сателлита. Все выберу. Смотрю. Да, все хорошо здесь находится. Так, это я все перемещу, значит... Потом в отдельный компонентик. Так, посмотрим, что у нас здесь, в принципе, получается. Сателлит на подшипнике. Как-то вот тут все тут вращается. Наверное, вот это можно еще поднять немножко. На 4 миллиметра. Так, на всякий случай сделаю это через не-body. Так, корпус наш уберу. Так, изолейт. И... А, ну изолейт, он, в принципе, опять все показывает. Так, посмотрим, что нам необходимо теперь сделать. В принципе, наверное, мне лучше убрать. Это минус 4. Вот так вот. Изолейт, там... Изолейт. Хорошо. А теперь мне необходимо сделать на этих поверхностях... А, поместить наши импровизированные подшипники. Create Sketch. Так, все это... Так, так, так. Отключу вот эти все страшные вещи. И вот... Так, у меня получается привязка почему-то к этой точке пошла. Да, в принципе, из Рейнса. Так, вот это, да? Ну ладно, пусть будет здесь. Create Sketch. Так, то есть, у нас сейчас здесь все смещено влево. Так. Так, значит, я рисую из центра А линию сюда. Окей. И давайте посмотрим... Здесь у меня получается 24 и 2. 24. Так, 26. Так, 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 так. Рисую, короче, здесь две окружности сейчас. Раз, два. Первая D будет у меня получается 3 миллиметра. И второй... А, 8 миллиметров. Окей. И будем все это вращать. Так, по касательно пусть здесь все это стоит. И посмотрим... Так, какой же размер у меня получается. Одиннадцать с половиной. Круговой массив. Вот этой точке. И пять раз. Ну да, в принципе, при прокатывании нашего колеса, например, по часовой стрелке, эти штифты будут прокатываться здесь. А по этой стороне они будут прокатываться уже ближе к этому краю. И нажмем так. Окей. Вот эти вот элементы я буду экструдировать, значит, на минус 4 миллиметра. Минус 4 миллиметра. Хорошо. Окей. Ну, вот так все это у меня где-то получилось. Так, вроде нормально. Так, по пропорциям получается. Так, далее нам необходимо делать муфту и корпус. Поэтому... А здесь я создам эскиз. Так, здесь уже с привязкой... С... посмотрим. Да, здесь уже с привязкой к центру. Потому... да. Со смещением у нас только эксцентрик. И наше колесо. Поэтому здесь можно спокойно задать где-то 36, например, вот так вот. 34 посмотрим. 34. Да, в принципе, нормально. Вот такое колесо у нас будет. И с помощью инструмента экструд. Значит, выдавлю все это... Угу, угу, угу. Так, покажись. Вот этой поверхности. Только new body. И включу, значит, сейчас второе направление. Хотя, в принципе, хватит... А... нет, нужно второе направление. Тут сайт. Ну, и где-то путь будет минус 4, что ли, миллиметра. Ну, минус 3. Нажимаем окей. Так, не до конца почему-то все это выдавилось. Вот до сюда. Нет, 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 нет. Нет. Новое тело. Объединим все это. Ммм... Так, теперь... Зел комбайн. И вот с этими... Пятью подшипниками. Только здесь сделаю кат обязательно. И keep tool. Окей. Так, изолирую нашу муфту. Что-то не получилось. Раз, два, три, четыре. И пятый элемент. Кат и окей. Так. Изолейт. Да. Теперь все выдавилось. Extrude, значит... Эти поверхности до сюда вырежем. Окей. Хорошо. Вернем видимость всего этого. И давайте теперь комбайн... Вот эти два элемента. Keep tool. Окей, да. Опять сделаю здесь изолейт. Этот элемент удалю. С помощью press pool. Например, на минус 2 миллиметра все это уберу. Так, получится, нет? Нет, я не то выделил. Пресс-пул. Два с половиной. Так, если... Четыре. Ну, вот пусть будет четыре миллиметра. Итак, анезолейт. Вот так вот у нас теперь получилось. Итак, теперь делаем create sketch. И нам сюда теперь нужно посадить наш подшипник. Давайте вернемся к нашему чертежу. Да, вот собственно. Сейчас мы здесь посадим. Создадим окружность. Точно так же. С тем же диаметром. 12 миллиметров внутренне получается. 12 миллиметров. Solid Extrude. Так, до сюда это будет 2 миллиметра. Тогда давайте еще, ну, на 4. Чтобы было, даже на 5 миллиметров, чтобы был запас небольшим. Окей. Здесь же создам еще один эскиз. Значит, внешний радиус подшипника 21 миллиметр. Solid Extrude. И здесь будет 5 миллиметров. Не баре. Окей. Итак, нам... То есть подшипник сел вот сюда. Вот нам нужно, в принципе, уже... Да, здесь будет корпус прикрывать все это. Вот так вот и надо. Да, отсюда мы можем уже сделать еще раз Create Sketch. Давайте сделаем все по порядку. Выберу наш... Муфту. Isolate. Здесь создам эскиз. Так. Так. Create Sketch. Ну-ка, только Solid. Можно же? Да. И, в принципе, здесь, например, создам, ну, еще 10 миллиметров. Собираем эскиз. Жоин. Окей. Ну, например, здесь сделаю вот такой вырез. Solid. Пусть будет минус 5. Пусть будет окей. Так. Круговой массив. А, я же в режиме прямого моделирования нахожусь. Поэтому я выберу поверхности. Ну, пусть будет, например, здесь 16 штук. Хорошо. Так. Озолейт. Ну, вот так вот все это у нас где-то получается. И вот теперь здесь нам нужно сделать эскиз нашего корпуса. Так, сюда спроецируем, значит, project вот эту поверхность. Окей. И ее с помощью оффсета, например, на 2 миллиметра получится. Ну, в принципе, полтора пусть будет миллиметра. 1.5. Хорошо. Так. И сделаем проекцию вот этого тела. Тоже нажимаем окей. Так. Получается, что нам вот это будет элемент нашего корпуса. Давайте я проэкструдирую досюдова. Это будет не бари. Окей. Итак, все-таки верну наш скетч. Так. Отсюда у меня должно идти с зазором. То есть здесь мы оставляем... То есть мы сейчас построили эскиз вот досюдова. Вот этот, этот и этот эскизы я должен проэкструдировать. А вот этого подшипника. NewBody. Окей. Так. Проверю кое-что сейчас. Отключу эту видимость. Да, вот он получается лег полностью нам на подшипник. А с помощью комбайна, значит, соединю эти два тела. Join. Окей. Хорошо. Изолирую наш корпус и посмотрим. Ну вот так вот все это выглядит. Unisolate. Отключу. Так, опять наш эскиз, чтобы они не мешали. Так, здесь у нас сел наш подшипник. Подшипник. Подшипник здесь тоже сидит плотно у нас. Ну. Да, вот надо убрать немножко вот эту часть. Так, где там наш корпус? Вот он. Значит, изолейт. Пресс-пул. Не нравится мне все это. Не нравится. Ладно. Create Sketch. И offset на 2 мм. А, на 2,5. Вот так вот. Окей. Solid. И вырежем здесь все это. Вот так. Итак. Unisolate. Ну, где-то вот так вот. Так, где-то ошибся чувствуем. Посмотрим секционный анализ. Так. Топ. Топ. Вот отсюда. Так, ну, да. В принципе, правильно. Я сказал, что ошибся. Получается, что здесь нам нужно сейчас... Получается, что здесь нам нужно сейчас... Так, наше колесо. Подшипник, эксцентрик, сателлит. Так, а видно ли здесь наши штифты? Так, ну, вот один здесь, в принципе, видно. Так, здесь все нормально. Получается, что... Так, здесь мы вернем упор. И вот тут достроим еще, в принципе, еще один эскиз. Поэтому мы отменяем этот вырез. Finish Sketch. Так, хотя... Смотрю еще раз. Так, секционный анализ. Отсюда. Окей. Так, получается, что либо мы меняем толщину нашей муфты, либо... Либо... Ну, да. Я думаю, лучше немножко уменьшить толщину нашей муфты. Хотя здесь не очень все это позволяет. Ладно. Так. Здесь делаю... Extrude на... Минус два. Например. Окей. И здесь делаю... Extrude на два миллиметра. Join. Конезолейт инспектора... Как там, что там было? Сверху, вот отсюда. Нагляднее всего это будет смотреться. Окей. Так. Хорошо. Более-менее. Теперь эти буртики я продолжу где-то вот досюда. Ну и, в принципе, я думаю, будет все. Хотя здесь пусть будет один миллиметр. Вот так вот. А здесь я создам эскиз сейчас. Ну, пусть будет 18 миллиметров. Экструдирую его... Так, наоборот. Нагляднее всего 12 миллиметров получается. 16. Ну, в принципе, 16 в самый раз. И вот досюда. NewBody. Окей. Через комбайн. Я все это сейчас... Вот так вот объединяю. Так, вернем наш... Секционный анализ. Окей. Так, посмотрим. Так, у меня сейчас получается... Да, объединились подшипники. Получается, в какой-то момент, когда я делал вот здесь вот, да. Струт на один миллиметр. NewBody. Давайте через Join. Их объеденем. Так, здесь создам эскиз. Опять-таки повторю. Create Sketch. Так, 16 хватит. Экструдирую досюда. Через NewBody. И... Так, объеденем. И опять посмотрим через секционный анализ. Что тут у нас получается. Окей. Так. А, ну, вроде бы все так похоже, знаете ли, похоже. Сейчас я проведу анализ на пересечении. И после этого... Ну, да, болты, в принципе, перемещаются. Болты здесь пересекаются. Есть пересечения. Это нормально. Так. Здесь у меня сейчас все достаточно плохо. Поэтому я, в принципе, приступлю. Так, корпус. Сейчас все раскидаю нормально по компонентам. Итак, я вот закончил создание компонентов из этих тел. Ну, вот так вот все это вот похоже. Два элемента корпуса. Один с цифками, один без. Два подшипника. Здесь по кругу еще пять подшипников. Наш сателлит зелененький. Мексцентрик. Ну, в принципе, все вот так вот. Выходной вал вы можете как-то по своему усмотрению его вид сделать. Посмотрим, что получится у Сергея Дороша. Как он протестирует. Насколько это будет все эффективнее. Его, скажем так, графического способа построения. Все равно я... Так. Все равно я подозреваю, что наш... Вот этот вот сателлит все равно придется немножко уменьшать. Ну, ввиду того, что это будет печататься на 3D принтере. Будут какие-то ошибки. Ну, и лучше уменьшить эту модельку. Ну, где-то, наверное, на процент. Может быть, на полупроцента. Посмотрим, как это получится у Сергея. Вот так вот модельку получилось сегодня сделать. Оставляйте комментарии под видео. Скачивайте моделькой. Делитесь, рассказывайте. Если у вас получится протестировать это быстрее, чем у меня, то дайте мне об этом знать. Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов. Подписывайтесь обязательно на канал. Надеюсь, будет еще очень много интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!